Заслуженный учитель России Игорь Мирман в педагогике уже более 40 лет. 10 из них он отдал школе при исправительной колонии номер 5. Ежегодно здесь обучаются порядка сотни человек. Это люди, которые за пределами колонии не смогли окончить школу. По словам педагога, в работе с такими учениками есть ряд преимуществ. Во-первых, у них нет гаджетов, все внимание только на учителя. А во-вторых, большинство обучающихся – это люди в возрасте, которые сели за парту осознанно. Часто довольно бывает, приходят на бараки, люди спорят, луна вращается вокруг своей оси или нет. Ведь она все время к нам одной страной. То есть вот приходят с конкретными вопросами. Вот это их интересует. Осужденные до 30 лет зачисляются в эту школу в обязательном порядке. После 30 – по желанию. Вячеслав Тищенко вернулся за школьную скамью в 48 лет. За его спиной только 8 классов. Сейчас же решил не терять времени и в стенах исправительного учреждения получить эти стад. Физика в числе любимых предметов. Игорь Лазаревич к каждому ученику подходит, то есть имеет свой подход. И поэтому у него 100% присутствие на его ок. И люди ходят не потому, что надо ходить, а потому, что интересно. Интересно преподает предмет. В подаче материала у Игоря Лазаровича есть несколько своих особенностей. Например, журнал он заполняет правой рукой, а на доске пишет только левой. Я пишу, сразу отхожу в сторону. То есть вы сразу видите, можете за мной читать. А если я пишу то же самое, то я сначала закрываю с собой, не видно. И вы начинаете писать или видеть только когда я отхожу. А так, как вы видите, мне в принципе безразлично. Правой и левой рукой писать. Хорошо уметь писать двумя руками заслуга в том числе учителей. Игорь Лазарович от рождения был левшой. Причем в его семье он был не единственным с такой особенностью. Но всем пришлось переучиваться. В советских школах держать ручку в левой руке было недопустимо. Все время вырывали ручку, заставляли писать. И дома то же самое. Но это, видимо, связано с тем, что родители тоже опасались, как это, жить в правой руке. Поэтому, как берешь что-то левой рукой, значит, тебе возьми в правую. Берешь левой, возьми в правую. Вот и постепенно, так сказать, приучили. Что интересно, но Игорь Лазарович за всю свою жизнь больше не встречал людей, которые смогли овладеть двумя руками. Просто потому, что поменялось и общество отношения к левшам. Переучивать их больше нет необходимости. Сегодня специально для левшей выпускаются канцелярские принадлежности, мебель и даже техника. За десятилетия мира успел перестроиться под людей, которые все делают одной левой. Ирина Шельга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».